Снова всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами джек шепард, продолжаем играть в ультима тима отброса и я перешел на другой геймпад, на геймпад от playstation 4, я настроил его на пк и теперь буду играть с ним, вроде бы я потестировал, вроде бы, вроде бы, вроде бы, я надеюсь что все будет хорошо работать так применим контракт на акбону у него конечно физическая форма и она меня расстраивает потому что с ней все очень плохо я думаю поставить туре в центр конечно все дико начнет падать, но если здесь будет родуэлл а в атаке например кэмпбелл она цапила лана но нет все равно будет мало сыгранности ну ладно в принципе я готов на джертву пойти потому что во-первых зверю нужно отдохнуть и вот вместо из него я наверно могу выписать родригеса пометь местами почему-то становится сыгранность на единицу меньше так ну ладно джей родригес лолана и кэмпбелл сегодня будут у нас в основе в атаке может быть и маурь заменить даже не знаю не думаю что у меня прям так много а упорник вообще вся сыгранность упадет хотя если поставить фламине или маккарти то тут уже у англичан будет неплохие сыгранности в общем так сыграем дам ей отдохнуть видичу наверное не знаю хотя нет лучше все-таки миксы отдохнуть на право защитник у меня выпал дариус рна который я сейчас как раз в состав и поставлю у него конечно не будет никакой сыгранности да у меня есть фред я помню что у меня есть фред и что я могу выпустить но я вот честно даже не знаю куда его втолкать и бай гомес пока что уберем из состава я думаю что вот сейчас в самом начале этой серии я еще бы парочку игроков попродавал так сигульсона можно добавить пока что итальянцы уходят на второй план чупа мотинга тоже уберу эмм фламине если что на замене снейдер так хорошо а пока наверное эсьен также уберу из состава чтобы посмотреть кого я могу добавить так 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 и мне нужен мне нужен серебряный фред в принципе если его так выпустить то даже больше гораздо сыгранность ну не знаю не знаю фред в принципе прикольный банана я наверное выпущу на замену так если что у нас будет сигурдсен а к бонам будет здесь отдыхать если что выйдет тороман ну и в общем то вот как то так наверное посмотрим как себе дарьо сына покажет посмотрим как фред играет в общем вообще почти полностью мы перекроили весь состав и вот так нам придется играть мы посмотрим к чему это приведет я не думаю что к чему-нибудь хорошему а но а так нам приходится делать дальше ставим капитана кто у нас капитанская пояска видишь ладно пусть будет видишь другая другая вещь меня волнует теперь мы зайдем в клуб и игроки которых я уже не использую вряд ли когда-либо буду использовать я сейчас их всех продам тебя вряд ли я буду использовать быстро продажи дальше так кастро наверное все таки тоже я не буду кастро использовать хотя блин он прикольно по этим по скиллам гарсия харник тебя наверное продам так вент остается сто процентов банан у спицка левый защитник блин он тоже за 300 монет пусть уходит дальше кортес дункана наверное оставлю кортеса точно продам одна из торма но это все уже бронза но я на самом деле думал что у меня игроков как-то побольше вот видите всякие бронзовые парни которые стоят 0 монет я не знаю имеет ли смысл продавать наверное ладно не буду заморачиваться пусть остаются у нас там кстати все очень близко подобралось к паку если бы я какого-нибудь рарного игрока продал то мы прямо сейчас могли даже пак наверное открыть нет не смогли бы если бы только двух рарных игроков продал мне наверно некого продавать валенсия трамир он вообще валенсия мне как-то не очень понравился я бы наверно реально его почему он предмет не для продажи потому что у меня из какого-то там пака выпал ну типа бесплатного валенсия не знаю я когда им играл мне не очень понравился поэтому я продаю его снайдер этот снайдер берем он все равно уже больше нам его не поиспользовать так ну и сен сигурд сенсор на вот этого вратаря подам ах чуть 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 не хватает так 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 кастро 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 родул гарсия гарсия может еще и выйдет кто знает так зверя точно придам а ты шахарник ах давайте вот этого парня все итак сейчас откроем пак тогда и пусть там будет золотой игрок с рейтингом ну 81 хотя бы чтобы у него была неплохая скорость и пас вот две характеристики которые мне пока что важны и особенно если он будет хотя с другой стороны если ему защитником то будет тоже очень хорошо кто и гуаин нет давайте с ховардом ховард мочи выпал дикане с краснодара геп хард какой-то левый защиток кстати дриблинг передачи скорость вполне неплохие фигули да клевый игрок но вообще мне его некуда втыкать наставлю в клубе так 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 закидываем контрактики контракт тренера физ форма лечение если что и форма порту кстати прикольную форму так ну у левого ползащитник саму приема кстати у него 4 звезды ладно давайте вот этого парня оставим а дикане у меня тут никак не подойдет в рпл я вряд ли соберу хотя вратарь он качественный конечно ну все поехали будем играть вот такой непривычным таким составом схема то привычная вот состав непривычный и нам реально надо по моему одну победу чтобы выиграть титул дивизион да нужно 2 очка набрать за 3 игры которые у нас впереди давайте выиграем сегодня итак я попал на русского паренька его команда называется спартак 74 и это не спартак это рпл рпл не могу сказать дешевая или дорогая так как не знаю но дубия и дзюба внушают конечно ну собственно как и халк с вольбой иной ну попробуем сыграть против русского клуба а мы знаем да какой у меня состав что я вообще не проверял ну то есть эти игроки по отдельности когда то уже играли но все вместе еще ни разу не на поле не выходили я думаю что это будет забавным экспериментом и вот бы он не провалился заброс на дуби ну тут в принципе понятно как можно играть с дубией забрасываешь на него или на дзюбу и дальше они там уже бегут что-нибудь вытворяют так это может быть опасно вольбу на снова заброс вольбу на выигрывают воздуху туре фифа прекращай не надо так делать это что за бред пит ладно в любом случае он забил заброс на дзюбу не успеет добежать до него да внимание видич слабое звено в этой обороне я всегда об этом говорил когда с ним рядом акбона где то он там прикрывает его и за счет своей скорости как то еще может спасать вот когда акбоны нет как сейчас ну вот видич допускает такие огрехи упускает дзюбу а дальше там прострел на дзюбу и тот такие моменты решает снова дзюба убегает от видичи должно быть 2-0 если бы не эмиранта дзюба 2-0 многие люди считают дзюба самым опасным нападающим ну или одним из самых опасных в фифе и это так у него 93 по моему скорости клевые удары и ловкость хорошая это все что нужно для нападающего в фифе вент неплохо раскатал Родригес ну не так инфеев тащит был реальный шанс один мяч отыграть Фред Лолана ну я у меня выход 1 в 1 судья в центре поля свистит на решение правил там Тинакост свалил фууууу, хорошо ожил и даже желтых карточки нет Думбия 3.0 25 минута Ну, я, видите, да, бежал Пытался как-то еще что-то сделать Но он просто на скорости Обогнал меня и забил Против Думбии приемов мало Уроду было 81 скорости Он Халка не может догнать Вент Халк штрафной, уже нет, Вент у него мяч отбирает Красавчик Так, интересная атака может быть Ну, Родвал Почему никто не открывается под пас? Почему Родригес стоит? В общем, я ставлю атакующую тактику Здесь Думбия, естественно, меня бежит Видели, у него 6 метров где-то было Отставание, он добежал, прострелил Дзюба, 4-0 Ой, как хорошо Раскатали Потери мяча Обороны нет Как видите Ну и Думбия Ура, хорошо Ну, забей Нет, точно в руки Акинфеева Да, ребята, вот этот матч Не наш матч Мало того, что у нас состав разобранный оказался И никакой сыгранности Я вообще реально этими ребятами ни разу вместе не играл Так мы еще и на такого соперника попали У которого Думбия Ну, ну, удар Нет удара Ах, ладно Первый тайм Вчистую проиграли Может, во втором сможем Хотя бы гол престиж забить Я уже не надеюсь на победу Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что соперник Лучше, чем мы Более собран Более лучший состав у него Так, может Сигурдсена попробовать Потому что, ну, Родвелл вообще Отвратительно этот матч сыграл Так Банн Ну, Фред, в принципе, неплох Вполне Остальные все игроки у меня Все игроки основы у меня отдыхают сегодня Так что резерв терпит Маккарти, хорошо Кэмпбел Пас Лолана И не успел я пас отдать Вниз Родригес и расстрел Сигурдсан 1-4 Хорошо Ну, все Для меня этот матч уже неплох Потому что мы забили гол И какая хорошая комбинация Все в одно касание Просто все три передачи Которые были в одно касание И удар в одно касание Классно Сигурдсан Ну, вот уже, пожалуйста Выпустил вместо Родвелла И он забивает гол Ой, какой хороший пас Кэмпбелл Да, обидно, ребят, да? Вот и мне обидно Попади ты в створ И был бы гол Лолана Хорошо, удар Опять по центру Но это бич FIFA 15 Когда Как бы ты не старался Пробить в сторону Да, от вратаря Удар приходится по центру Думбия Повсайд Ой, хорошо Кэмпбелл Ну, в угол Три часа Размахивался Сына Хорош Пас Неплохо Еще один пас Джей Родригес Ну, во втором тайме Как минимум Вот эти 15 минут Стартовые Второго тайма Мы Ну Катаем его Кэмпбелл Опять долго Размахивался Опять долго Я гораздо раньше Нажал удар Джей Родригес Шикарно прошел А вот пас К нему Был Плох Лолана По-моему Лолана Ну Мим ворот Ну, что ж вы делаете Ребятки Так, ладно Надо делать замену Уже 70-ая минута матча Как только мяч будет у меня Я выпишу еще двух игроков Родригес Акинфер Тащит Маккарти Джей Родригес Ну, не головой Пожалуйста Бейте не головой Так Маккарти Фред Кэмпбелл Стал Выбит Кастро И Бенона Проверим Все-таки Раз уж Такой матч Здесь нужно Еще новичков Выпустить Посмотреть Как они себя Будут показывать Может быть Даже неплохо Сыграют И в основе Выбит На следующий матч Лолана Шикарная передача Родригес Прошел И гол Нет Прямо Вакенфеева Четыре момента У нас было Четыре момента Мы забейли Счет был бы 5-4 Но Не везет Ой, как хорошо Раскатан Сырна Паст-центр Кастро И нет удара Мяч от него Просто отскакивает Ой, да Во втором тайме Конечно Мы полностью Переиграли Полностью Переиграли Нашего Противника Кастро Плохой пас Лолана Ну не на Кастро Этот пас был Наверх была передача Кастро Кастро Ну Ну ладно Проигрываем Мы с счетом 1-4 Вы сами Вы сами видели Все Я оставлю Именно На вас Решение По поводу Этого матча Сам ничего Говорить не буду Напишите свое мнение Об игре Что вы думаете По поводу Первого тайма Что вы думаете По поводу Второго тайма Кто Получше Чуть Чуть Вот Собственно Провалились Только Коло Туре С оценкой 5-2 И Внимание Видишь С оценкой 4-5 Но К сожалению Больше Не эконом Думбия Тут все Понятно 1-4 И Нам За две Игры Нужно Все еще Набирать 2 очка Хотя бы Это Будет Сложно Сделать Конечно Если Будем На таких Соперников Попадать Так Кэмпбелл Кэмпбелл Ничего Не показал Джей Родригес Был хорош Но Ему Нужно Забивать Голы А не Быть Хорошим Просто То есть Этого Конечно Очень Силь Не хватало Мне Сейчас Будет Абсолютно Безразец Какая Форма У Акбона Потому Что Я Поставлю Я Не могу Играть С Величим Он Просто Отвратителем Так Маури Нет Хотя Маури Грял Клево Ламини В центре Маккарти Слева Вместо Родвола Ну Туре Больше В принципе Нет Хотя Я могу Тормана Поставить И Пусть Нет Сыгранности Дальше Фред Не очень Понравился Пусть Будет Сигурдсен Сорна По сути Тоже Матч Провалил Вместо Вместо Него По моему Нет Микс Стоял Нет Мне нужно Просто Право Защитника Найти Нет Просто Найти Защитника Вот По моему Центральный Да У нас Микс С Че у меня Там Форма 71 Так Хорошо Давайте Применим На него Форму Физическую Так Ну Вот Как-то Вот так Мы сыграли Этот матч Надеюсь Вам все же Понравилась Серия Отбросы Не сдаются Никогда И Мы С вами Увидимся Уже Следующий Надеюсь Вам Понравилась Серия Не забудьте Поставить Палец Вверх И Счастливо Счастливо Счастливо